привет с вас друзья добро пожаловать destiny 2 ну что встречаем это каверзный вопрос неплохо да по примеру работают как гравитонное копье или солнечный выстрел только дело в том что это у нас легендарное оружие а солнечный выстрел и гравитонное копье это экзотическое оружие но стоит признать что это плазменная винтовка ситуативно давайте перейдем к техническим характеристикам данной винтовки что касается винтовки значит за . у нас идет абсолют стабильность я думаю завала будет другие версии давать из ngram с другими заточками но стандартным вас идет со стабильностью это кстати неплохо запасной магазин я советую вам поставить дал вас вместо 7 тут будет 8 но всего у нас патронов 16 стандартно заточить я думаю можно будет до 18 благодаря шмоткам так вот получается что у вас 8 вы положили в кубуру у вас перезарядилась об у вас 8 точить на скорость перезарядки нет никакого смысла поэтому титаны нижняя брикада варлоки луна фракции с лужей охотники у ворот да по-другому никак еще раз говорю точить тут ничего не надо стабильность абсолютно нормально потому что медленно стреляет удобством пропускаем дальней стрельбы в каждом таком залпе 7 патронов получается у вас тут не 16 патронов в целом до 16 залпов точнее а получается 100 до 112 или 121 патроны я считал неважно так вот когда на дальнюю дистанцию стреляйте даже крупного врага все равно эти 7 пуль забирает поэтому хоть тут показано 65 процентов очень плохой урон благодаря еще именно такому эффекту как и у пулемета то есть типа цепь молнии только тут это противники взрываются то урон тут очень хороший но против крупных противников и против таких мелких против подбоссов боссов эта винтовка не подходит что касается дополнительного залпа вот против допустим подбоссов вы можете использовать когда вы убили противника вас идет при полном магазине дополнительный урон вот тогда вы можете стрелять каких-нибудь подбоссах но все равно эффект будет примерно тот же самый кобура с автоперезарядки как я уже говорил достаточно удобная вещь при условии того что скорость при зарядке тут просто ужасающая кстати а коллиматор мне понравился удобно большой урон низкая скорострельность при под неподвижности использование прицела это оружие стреляет точнее но в целом но от бедра но тоже стреляет достаточно точно как его получить все очень просто подходите к завале берете контракт проходите 40 налетов убиваете 500 противников с плазменной винтовки не перепутайте как я например начинал с лучевых это линза прометея или холодное сердце вот берете плазменную винтовку убиваете 500 противников лучше брать электрическую тогда у вас качается сразу два параметра и помимо этого убить тысячу противников электричеством то есть в целом вам на это понадобится часов 7 мое мнение по поводу этой винтовки она хороша она заменит на мой взгляд гравитонное копье и солнечный выстрел в массовом характере но в плане именно ситуативного момента имеется ввиду одиночных целей она практически бесполезна на этом у меня все спасибо что смотрели пальцы вверх ускорит в их тролликов на моем канале подписывайтесь на группу на канал все главные друзья